Девушки отдыхают Воздействовать на подростка вообще просто невозможно, потому что чем больше вы будете предпринимать шагов, чтобы что-то в нем изменить или исправить, это будет обречено на бунт, который все больше будет усиливаться и разъединять подростка и родителя. Все мы хотим для своих детей только самого лучшего. И в сложный период взросления страх, что ребенок бросит школу, свяжется с плохой компанией и обзаведется вредными привычками, усиливается с каждым днем. И тогда, обуреваемые всей вот этой кучей страхов, родитель входит в состояние безысходности, тупика. И что он начинает делать? И здесь основные две формы поведения родителя. Это контроль, причем такой тотальный контроль. Что сделал, куда пошел, как это выполнил, как с кем разговаривал. У подростка бунт. Вторая ситуация или позиция, которую выбирает родитель, это попустительство. А ладно, как-то сам разберется, ну я же как-то встал на ноги, да? Или еще очень классная фраза. Перебесятся. И тогда трудно говорить о том, что опять родитель устанавливает контакт здесь с ребенком. Подросткам важно выбрать для себя правильные жизненные ориентиры. Они находятся в постоянном поиске того, кто сможет стать для них авторитетом. В этот период, когда мнение друзей гораздо важнее мнения родителей, ни в коем случае нельзя обесценивать контакты ребенка со сверстниками. Наоборот, лучшее, что вы можете сделать – узнать их поближе, понять, чем они живут и чем дышат. Дети в подростковом возрасте крайне противоречивы и находятся в состоянии постоянного внутреннего конфликта. Только терпение и гибкость могут помочь преодолеть этот сложный период. И родитель здесь может, с одной стороны, чуть-чуть подсказывать. Вот ты знаешь, я бы так сделал. А вот ты знаешь, мне тогда вот это помогло. И с другой стороны, он должен дать подростку возможность совершать ошибки. И при этом подростку важно чувствовать, что за его спиной точно стоят родители, и он знает, на кого можно опереться. А для этого родителю важно самому чувствовать под собой опору, определенную уверенность и устойчивость. И тогда ребенок свободен из своих экспериментов, и он не будет доходить до крайностей. Перед родителями стоит непростая задача. С одной стороны, они должны создавать правильные образцы поведения для ребенка, учить необходимым навыкам, стараться вложить в него самое лучшее. С другой – стать для ребенка близким другом, которому он доверяет и на которого может положиться. При этом, конечно, важно соблюсти субординацию, быть старшим авторитетным товарищем и не потакать ребенку во всем. Следующий такой момент. Вообще любой этап отношений, какой бы мы ни брали вид отношений – деловой, создание семьи, отношений с детьми – это всегда такой условный, новый, условно заключаемый договор. И когда мы говорим о взаимодействии с подростком родителя, то это договор о том, как мы теперь будем жить вместе. С одной стороны, у ребенка все еще проявление детства, а с другой стороны, он хочет быть взрослым. И он требует новых прав, да, при этом непонятно, как быть с обязанностями, да. И тогда, почему родителю не вступить в диалог с ребенком и говорить, ну так, вот ты хочешь это, хочешь это, ну давай поговорим, как мы теперь будем строить наше проживание, наши отношения. За что несет, за что буду нести ответственность я как родитель, да, там, домашняя, я как родитель. Это может касаться, ну, первое, юридическая сторона, да, потому что я несу ответственность за твою безопасность, за твое здоровье, ну и, собственно, чтобы было дома питание и создание условий, в которых ты можешь развиваться. За что ответственны мы вместе с тобой. Здесь пример может быть следующим, ну, скажем, как мы проводим лето, куда мы едем вместе, да, или выходные. И за что точно ты несешь ответственность. Это может быть касаться одежды, да, там, приготовления уроков, вот это диалог с родителем. И понятно тогда правила нашего взаимодействия. При этом очень важно обсудить эти санкции, когда они нарушаются эти правила. Это так организует ребенка, для него рамки такие восстанавливаются, потому что, когда мы даем ребенку попустительство, а вот давай ты, иди в разнос, он не знает, на какие нормы ему тогда ориентироваться. Главный враг детей в этом возрасте – скука. У подростков огромная потребность в общении, изучении окружающего мира и своих возможностей в нем. Найдите точки соприкосновения, общие интересы, и вы поймете, что подростковый возраст – это отличная возможность наполнить свою жизнь чем-то новым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова